МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...которые, мне кажется, нигде не поставлены еще, хотя сюжет такой достаточно простой, но, мне кажется, мы будем зрителя удивлять красотой спектакля. Как? Через форму это будет выключаться? Да, это у нас такая интерактивная форма, где дети становятся как соучастником спектакля, они влияют, можно сказать, на историю, которая происходит у нас. И при этом художник Кристина Витиховская создала прямо чудесную картину. Тоже новый художник театра. Да, 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 тоже новый художник театра. Вот она создала красоту на сцене. Может быть, приоткройте завесу тайны все-таки что? Что она сделала? Да. Не знаю, это так сложно сказать, но потому что, знаете, можно сказать, что там есть что-то, что превращается... Я вот так скажу. На сцене мы будем видеть то инструменты, то будем видеть тренижерный зал, то будем видеть сосульки. Это такой мир, который постоянно меняется, 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 меняется. Очень интересно. А как сейчас складывается у вас тандемь, работа с актерами? С актерами? Как они вас встретили? Понимают ли? Мне кажется, мы поняли друг друга, и сейчас вот именно вот кипит работа, и все заволнованы, и как-то всем интересно, что из этого выйдут, и все как-то ждем молодого зрителя, чтобы проверить, доходит ли это до молодого зрителя. Да, основной аудитории. Все-таки, почему решили приехать именно в Бурячу? Я знаю, что вы первый раз у нас, да, и сразу включились в работу. Почему сюда? Я думаю, что пока я молодой, пока у меня нет детей, меня никто не держит, и я могу для себя позволять как-то узнавать другие края, а в Литве или где-то еще я всегда успею поработать. Всегда можно вернуться, да? Да, да, конечно. Вообще, если говорить о проекте «Территория роста», какая там еще проблематика рассматривается? Знаешь, тут три спектакля готовят разные режиссеры. У нас сейчас в театре то, что происходит, это вот очень необычно. Очень много детей. Они ходят везде, везде стоят знаки, тут идти нельзя, тут нельзя, вот именно для детей. У нас приехали писатели из Москвы сейчас, которые делают такие мастер-классы, они общаются с детьми, дарят им книги. И мне кажется, что это такая возможность театра привлечь молодого зрителя, позвать его в театр, увидеть, может быть, даже как-то машину театра, да, как работает этот театр, и при этом надеяться на то, что этот молодой человек когда-то станет взрослым и так и будет любить театр. Ну, премьеры спектаклей пройдут уже в эти выходные, 26-27 марта, а что будет после, вот если кратко? Какие планы дальше? У меня планы на май, это Иван Воропаев, пьеса «Пьяные», и потом на он. Подготовка уже идет или она началась? Да, да, сейчас вот с художником как раз работаем над макетом, поскольку сейчас сразу после сказок у нас в театре Сергей Левицкий ставит очень, мне кажется, интересный спектакль, которого Бурятия, наверное, еще не видела, спектакль такой формы, это вот «Преступление и наказание». Мы все ждем. Да. Таза, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова